Домбай по праву считается школьной партой советского альпинизма. Здесь начинали ходить самые известные и легендарные наши альпинисты. Поездка в Домбай в 1957 году кардинально изменила жизнь первокурсника Московского энергетического университета Николая Черного, а ныне знаменитого альпиниста. Первые 17 лет трудовой деятельности работал конструктором, и альпинизм был увлечением. А потом начал работать в профессиональном альпинизме, и это уже была работа, рассказывает Николай Черный. А впечатления на вершинах самые разные, говорит он. Смотря какая вершина и что ты делаешь, если я захожу на сафружу с отделением новичков, это работа. Я пришел, пересчитал, все здоровы, никто не кашляет. А когда сам для души, самые разные. Есть вершины, на которые, вот на Эверест я зашел с четвертого раза. Вот тут уже чувство достигнутой цели, несомненно. Это не везло просто. Я просто пытаюсь понять, вот почему так затягивает альпинистов, и они... Наркомания. Наркомания. Горы в окрестностях Домбая не самые сложные, но природа и дух замечательный, говорит Николай Дмитриевич. Самая-то красивая вот пикана, вот она. Но она несложная, это двойка. А так вот траверс Домбая, это вот первая пятерка, которую я тут прошел. Ну это категория сложности, вы понимаете. Там вторая, третья, пятая, четвертая. К сожалению, пошел дождь и придется прервать наше интервью. Мы очень рады вас видеть в Домбая. Спасибо на добром слове. Общение с Николаем Черным и Владимиром Шатаевым в другой день, в солнечную погоду, мы продолжили уже на вершине горы Муса-Читара. Вот я на Малом Домбая был, траверс Большого Домбая прошел, Южный Домбай прошел, Птыш прошел. То есть все облажено. Ну и Володя тоже самое. А пиканая вообще не смотрится. Снизу какой красавец, да? Да. Я чуть напутала, подумала, вот это пиканя отсюда. В альплагере Алибек в Домбая я вырос до первого спортивного разряда, а потом перешел на высокие горы, рассказывает Николай Дмитриевич. Я, в общем, высотник. 30 с лишним восхождений на семитысячники и 7 восхождений на восьмитысячники. Дважды на Эвересте был. Ну это все в Непале я ходил. Вот. А потом я еще провел кучу экспедиций уже, будучи, так сказать, в возрасте. И не в той форме, чтобы лечь самому. Значит, очень хорошая экспедиция. Значит, мой средний уход за последний восьмитысячник. Северную стену Эвереста первый уход. Западную стену К-2 в Пакистане. Очень хорошая. Классные восхождения. Николай Черный – руководитель российской гималайской экспедиции. В 2001 году, который взошел на последний непокоренный восьмитысячник планеты вершину Лхотзе-Среднюю, а еще он главный тренер сборной России по альпинизму, совершивший в 2007 году восхождение на К-2 по ранее непревзойденной западной стене самому сложному маршруту на вторую по высоте вершину мира. А чтобы стать хорошим альпинистом, нам надо быть физически крепким, здоровым и психически уравновешенным, считает Николай Черный. Ну и компаническим, грубо говоря. У нас коллективный альпинизм. В одиночку у нас и запрещено было ходить, и не ходим. Да это опасно. Да и глупо одному ходить, грубо говоря. Ну, с моей точки зрения. Хотя есть такие солисты, будь здоров, как ходят. Николай Черный совершил восхождение на высочайшие горы Советского Союза и стал обладателем титула «Снежный барс». Все высшие семитысячники бывшего СССР. В 83-м году я это закрыл, пиком победы. Ну, это такой титул почетный. Ну, понимаете как, вот пик коммунизма. Я на нем был, 8 рад. Я работал спасателем, гидом, тренером. И поднимался по работе, грубо говоря. Сначала как спортсмен, а потом уже совмещал все это дело. У меня дома висит фотография. Я говорю, это гора Кормилиса, я там деньги зарабатываю. Начинающим альпинистам, вот, что бы вы хотели пожелать, порекомендовать? Это любое дело, как говорится. Рубишь только по себе. Не надо сразу лезть на веревку. Плохо кончишься. Символ Дамбая – Белли Алакая. Но я там почему-то не был. Почему – не знаю, улыбаясь, признается Николай Дмитриевич. Легендарный человек, простой и интересный в общении, изменил мое отношение к этому горному виду спорта. Альпинисты – это думающие люди, ведь с горы не прощают ошибок. На вершине горы Муса-Читара воздух с ароматом альпийских трав и вкус чая необыкновенный. На высоте более трех тысяч метров мы слушали рассказы легендарных альпинистов о наших горах и заморских вершинах. А после и песни Висбора воспринимаешь иначе. Туда не занесет ни лифт, ни вертолет, там не помогут важные бумаги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отвали. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачева, Черкесия.